Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия, и сегодня у нас очередное видео по обновлению в Star Stable Online. Посмотрим, какую породу нам обновили, какие лошадки уходят на пенсию, а также посмотрим новую функцию и поговорим о том, что ждет нас на следующей неделе. Так что устраивайся поудобнее или же седлайте своих коней и... поехали! А начнем мы с грустной новости. Лошадки уходят на пенсию. До этого у нас уходила цыганская украшенная, теперь у нас будут уходить ирландский коп. Это очень грустненькая для меня новость. Хорошо, что одна такая лошадь у меня уже есть. Это вот такая масть. Это самая первая купленная мной лошадь на мою основную девочку, на мой основной аккаунт. А остальные лошадки пойдут на сохранение в конюшню к Даши Паниховым. Так что ожидайте видео, где мы будем спасать всю данную породу полторашнего поколения. Лошадки стоят по 280 СК и будут находиться в игре аж до обновления в среду 24 мая. Так что если данная лошадка вам нравится и вам не жалко потратить на нее такую маленькую сумму, то помогите сохранить ее в памяти для последующих поколений игроков. Спустя целую неделю отсутствия к нам наконец-то завезли потерявшуюся лошадку арабской лошади. Стоит она ровно столько же, 950 старткоинцев. Продается исключительно на площадке конного фестиваля около конюшни Морленда. Так что если вы ее потеряли и хотели приобрести к себе в конюшню, то пожалуйста, данная лошадка ждет вас. Если вы хотели купить себе данную масть в конюшню, то советую это сделать до окончания фестиваля. Изменение интерфейса завезли к нам в Star Stable Online. Это очень необычная функция, которую возможно вы не сразу заметили. Но сейчас я вам все покажу и расскажу. Для этого нужно зайти в базовое меню, перейти к настройкам, выбрать раздел «Игра». И вот здесь, в самом правом углу у нас появилась такая функция, как масштабирование интерфейса. Базовое у нас считается средним размером. Но теперь, к примеру, для обладателей больших экранов или просто ради удобства ваших глаз, вы можете сделать его малым. Но если маленький мониторчик, скажу сразу, текст иногда будет слегка мыльным. Поэтому, возможно, вам будет некомфортно на него смотреть. Стандартный размер средний и просто большущий размер. Я не знаю, для кого он подходит. Напишите в комментариях, если вы пользуетесь отмене большим размером интерфейса. И в связи с чем вы будете его убирать? Из-за большого монитора, больших масштабов и разрешения? Или просто, может быть, в связи с плохим зрением? Это тоже очень важно и мне будет интересно почитать. Также из-за этого обновления игрушка поломалась на несколько дней. В течение аж трех дней с момента обновления, а у некоторых аж с прошлой среды, в игру было невозможно войти. И это было не привязано ни к серверам, ни к аккаунтам, ни конкретно к какому-то компьютеру или ноутбуку, а просто по непонятным причинам. К примеру, я не могла зайти записать красивое и шикарное видео по обновлению со своего нового основного ноутбука игрового. А вот на другом старом ноутбуке, который еле-еле дышит, игрушка спокойно запускалась. Так что причина данной ошибки непонятна, но в пятницу вот ее смогли починить, чему я очень-очень рада. А теперь самая главная новость. Нам завезли обновленных лепицианов. Спустя аж целых 6 лет лепицианская лошадь теперь является третьим поколением в ССО. И продается она на конюшне Юрвика здесь. Не переживайте, порода здесь будет продаваться всегда, а не только во время фестиваля. Так как переместили кнап-струперов и фризов в одну ячейку для продажи, то освободилось очень много места для всех мастей лепицианов. Все мастеры есть в игре. В приложении завезли масти в гречку, но она есть и здесь. То есть сейчас, кстати, разработчики начинают уходить от некой индивидуальной масти, которая была в приложении. Сейчас они добавляют все масти сразу в игру, и одну из этих мастей добавляют в приложение. Я не знаю, с чем это связано, это не совсем интересно. Было очень классно, когда в приложение добавляют масть, которой нет в игре. Вот это тогда действительно очень-очень круто. Но давайте посмотрим лепицианскую лошадь. Всего нам завезли 7 мастей. Большинство из них это серые. И мы сейчас все их потихонечку, точнее быстренько посмотрим. Лошадка стоит 950 старпоинсов. Вот такая вот красавица с горбиночкой на носу. Мне вначале эти лошади не нравились. Но после спойлеров их, кажется, немножечко подкорректировали. Сделали менее вздутыми на теле. И вообще просто классные лошадки. Мне они очень нравятся. Обязательно куплю, но не могу пока решить, какую масть конкретно я хочу. Очень прям красивая лошадь. Итак, у нас есть светло-серая масть, светло-серая в гречку, серая в яблоко с гнидой, с гнидым оттеночком, серая в яблоко вот такая темная. Это уже шестая, пятая серая в яблоко, да. Потом гнидой, тоже очень красивый. И, ребята, я не могу вам этого не показать, но с иракезом это просто боевой конь. Красивая лошадь. Ну и как же без вороных? Я даже скажу, что вот эта звезда в албу горящая меня не смущает. Хотя обычно я это не люблю на вороных лошадях. Но тут это не так сильно раздражает. Ну, если всё-таки вам не нравится данная звёздочка, скрыть её, к сожалению, ничего вам не поможет. Всё равно её на любой прическе будет видно. Просто очень красивая анимация. Да, они чем-то похожи на Пасафинов, Ризов, Першеронов. Всё вместе взятое. Но всё-таки какие красивые. Особый аллюр на шифте. У них вот такой вот есть. Плюс особый аллюр на пробели. И мы делаем специальный ещё один аллюр на дыбах. На второго поколения этот аллюр делался на пробели. Но у третьего поколения его решили заменить вместо дыбов. Так что вот такая вот шикарная лошадка. Я обязательно буду её покупать, но чуть попозже. Я же поздравляю всех вас, кто смог её себе уже приобрести. Или пока что копит, но тоже планирует. Я вас поздравляю. Я радуюсь, что мы смогли с вами приобрести данную лошадку. Ребята, которые пока ещё не накопили, вы не переживайте. Лошадь только-только добавили. Она никуда не уходит и никуда не девается. Здравствуй, Анна Панелив. Здравствуй. Так что вы спокойно сможете накопить на эту лошадку. О, вот сейчас мы попросим мою соклубницу показать анимацию на пробели. Так, вовремя она подъехала. Так, и дыбы. Вот, на дыбах я перепутала. Давайте посмотрим. Вот, видите, как это красиво. Раньше это была на пробеле анимации у второго поколения, а теперь это дыбы. И мне очень-очень нравится. Спасибо большое тебе, Анна, что показала мне и моим подписчикам, как же всё-таки это смотрится. Но на этом не всё. И мы смотрим, что добавили ещё в этом обновлении. Нам добавили скачки с выездкой. Теперь вот здесь, вот внизу, около плаца и боевого поля стоит девочка Хлои, которая помогает нам познать выездку в Старстейбл. И это очень классно, это очень интересно. Это то, чего все давно ждали. Данная система есть в любой оффлайн-игре. Это, правда, вот тут тренировочная гонка. Она без, как бы, награды. Но вот эта система стрелочек, это то, с чего, мне кажется, начинали раньше почти все на ПК-играх про лошадей. Когда вот так вот по стрелочкам вы едете, запоминаете схему, учитесь управлять лошадкой. И это классно. Это классно, это поможет, может быть, расширить количество игроков, которые бы интересовались выездкой. Потому что, на самом деле, есть те, кто просто играют в Старстейбл, и они никак не знакомятся с настоящим конным спортом. Хотя сейчас это возможно сделать в Старстейбл. И разработчики все-таки поняли, что нужно как-то что-то делать. Нужно учить людей реальному конному спорту. Может быть, даже если им это не понравится, они хотя бы попробуют. Вот такая гонка мне нравится. Я прям ностальгирую по старым, добрым, ПК-шным играм. А вам как такая гонка? Понравилась? Или все-таки не совсем зашла? Ну а также куда делась Линда? Во время путешествий по Юрвику вы могли заметить, что Линда, одна из духовник-наестниц, она куда-то пропала, и ее нет на месте. Также иногда пропадают НПС. Хотя они на самом деле стоят на своих местах. У них можно взять гонку. К примеру, у меня такая ситуация была с Тан и Лоретой. Но гонки у них были. То Линда вообще куда-то пропадает. И плюс некоторые игроки смогли проехаться по сюжету чуть дальше. Это была ошибка в файлах, в заданиях. Но разработчики все сейчас ченят. Сделали Линду в двух местах одновременно. Чтобы мы могли спокойно проходить данные задания. И разработчики также работают над системой оповещений в игре. Так что мы получим сообщения, если для продвижения нужно будет пройти какие-то сюжетные задания. Вот такие вот полезные обновления. Хотя, может быть, немножко и пугающие. Ну а теперь поговорим новостную минутку. Возможно, некоторые из моих подписчиков уже заметили, что с момента открытия фестиваля практически каждый день, в особенности с 5 до 9 вечера по московскому времени, на конюшне Юрвика и немножко в Морландии появилась помощь по прохождению парнер-групповых гонок. Да-да, клуб охраны города Юрвик или же GCG помогает нуждающимся в прохождении данных гонок. Девочки заходят в игру, стоят, дежурят и пытаются помочь всем желающим, кому нужно пройти данные гонки. Ведь опыта за них дает очень много. А не всегда получается найти пару, не всегда хочется кому-то писать. Вы можете встретить их вот в такой форме. Они стоят на площадке в конюшнях Юрвика. И если получается, также они стоят и на площадке около конюшен Морландии. Не стесняйтесь, не бойтесь подходить. Мы помогаем абсолютно всем. Именно с пяти до девяти. Но девочки настолько прониклись к вот этому желанию помогать другим игрокам с этими гонками, что им нравится иногда зайти даже днем. Чему я безумно радуюсь и благодарна ребятам, так как это уже их личная инициатива. Так что, если видите ребят вот в такой форме, не пугайтесь, подходите. Либо сами добавляйте в группу, либо подойдите и спросите. Девочки обязательно помогут, если не заняты другой группой или с кем-то в других на скачках. Так что на этом новости заканчиваются. Я передаю привет всем, кто попал в кадр во время этого видоса. Желаю вам приятной игры и удачи на конном фестивале. Ну а на этом все. И что же ждет нас на следующей неделе? А на следующей неделе на фестивале конного спорта будет полная неразбериха. Свинки вырвались с фермы Санфельд и сеют хаос по всей конюшне. Возможно, вы уже знаете, кто в этом замешан. Ну а теперь я с вами на этом прощаюсь. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока! Удачи вам! Ну и до встречи в следующем видео. А я сейчас зайду на другой аккаунт, переоденусь и тоже помогу девочкам подежурить. Потому что я считаю, данная помощь очень полезная. И напишите, пожалуйста, в комментариях, если вы оказались одним из тех, кому мы смогли помочь. Была ли эта помощь действительно полезной? Упростила ли она вам быстрое прохождение гонок? Девочки будут очень рады узнать, что они стараются не впустую. Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова